Приветствую всех! С вами Низирамаса, мы продолжаем проходить первый паразит Ив с дубинкой и энергией. В прошлой серии я заполучил последний набор экипировки, который у меня будет до конца игры, лишь с небольшими улучшениями. И пару крохотных улучшений я прямо сейчас сделаю, потому что я в прошлой серии тупо забыл. А именно, я не передал там буквально, по-моему, три атаки с других дубинок, которые у меня остались. Так, я не помню с каких именно, с третий вряд ли, о, с четвертый вряд ли, но я все соберу, чтобы точно не пропустить. Да, вот, ровно три. Два плюсика и один плюсик. Теперь можно спокойно эти все дубинки выложить обратно. Так, тут у нас просто дубинка с кражей осталась, тут дубинка с первым ходом, тут с первым ходом и слабой кражей. Ну а вот контратака, зловредная. Все, теперь у нас еще, ну, три атаки больше стало. 272 атаки. Неплохо. Так, броня, напомню, у нас 274 физической защиты, 229 магической и 126 критического уклонения. Что бы оно, блин, не значило. Все, теперь мы пойдем. Я, пожалуй, сохранюсь, ну, потому что я, скорее всего, не пройду с первого раза эти десять этажей. Даже не в самих этажах проблема в боссе. У меня, конечно, с собой пять оживлялок есть, но этого не то, чтобы прям много. И больше оживлялок мне надо ставить на финального босса игры. Я прямо сюда же перезапишусь, потому что, ну, я только серию начал, поэтому... Просто, чтобы уже сохранить перенос свойств с дубинки. Значит, на дубинку. С двух других дубинок. Ну, и теперь посмотрим. Ну, мне кажется, что я должен стать... Ну, не то, что, конечно, явно я не буду прям нагибать на этих этажах. Потому что с чего бы. Но, думаю, там, атака у меня где-то под 250, наверное, должна быть уже. Ну, по сравнению с тем, что было в 223, по-моему, или около того. Ну, в общем, 250 я рассчитываю, что у меня будет по слизнюю. У медведя, конечно, защиты больше. Ему хотя бы под, блин, 200 сносить. Из его тысячи. И урона, я надеюсь, я буду уже меньше отхватывать. И если у меня сейчас не получится, то есть если я дойду до босса. И увижу, что босс меня просто... Не будем выражаться, что именно со мной делает. То я, возможно, еще одну серию посвящу прокачке. Вот, буквально на таких же мобах, скорее всего. Вот эти 125, 126 тысяч. Ну, я явно должен буду получить больше очков, потому что урона-то я, скорее всего, должен меньше получать. Так что, в этом плане... Все будет, надеюсь, хорошо. Ну, конечно, как за один левелап мне дали всего плюс 2 единицы здоровья. Это... Такая дичь просто лютая. Так, я три этажа прошел на сундучки. Поэтому надо будет искать сундучки, начиная с четвертого. Потому что есть еще одна броня, которую я не нашел. С которой надо свойства полезного спереть. Ну, и заодно там еще по мелочи плюсики. Там наверняка еще будут. Да, наша классная мелодия. Мне очень мелодия это нравится. И она действительно подходит под эту ситуацию, потому что это, блин, охреневшая сложность. И такая активная музыка играет. Это приятно. Так, топорики. Хорошо. Хотя бы не надо далеко идти, чтобы увидеть, что тут топорики. Так, ну тут, кстати, монстр из коробки. Ну, давайте завалим его. Потому что, а хрен ли нет? О! В смысле, тут еще эти могут появиться. Ты меня бесишь? Штука. О! Ну, 417 по этой штуке неплохо. Да, вот здесь монстр. Когда я в первый раз сюда ходил, он мне, по-моему, оживлялку скинул. Так, давай. Так, ты сейчас в центре. Сейчас не повезло. Аптечки четвертые я пока тратить не буду особо активно. Потому что мне нужно по максимуму набитым аптечками прийти к финальному боссу. Это его десятка этажей. Тупик. Вот очень классно, что разработчики сделали, что можно сразу понять, что тупик. То есть не надо бежать и до конца помещения, чтобы увидеть, что это всего лишь тупик. То есть вот такие приметные детали поместили, чтобы было четко отличить тупик от выхода, например, вот когда проход наверх. Или просто тупик, который в бок идет. Это действительно шикарно. Почти так же круто, как тот рандом, который мне в прошлой серии выпал, что... Ну, вообще на это прохождение выпал, что... 5.52. Немного. Уже можно даже, на самом деле, с этими хренами драться. Уже можно даже, на самом деле, с этими хренами драться. О, классно. Еще оживлялку крыска дала. После такого ее даже крысой называть не хочется. Именно что крыской. Ну, конечно, я не знаю еще другие рандомы вариантов мощности врагов, потому что, ну, как бывает, что враги иногда сверхмощные, иногда слабенькие. Но если вот примерно в таком же духе все будет продолжаться, то проблем с подъемом у меня точно не должно быть. Правда, сейчас еще эти догманы спали. Очень, очень долго спали. Я, по-моему, даже без ускорения их там задолбил просто в угол. Вот, один из них только меня укусил. Все бы так. Так, это второй этаж. А тут я не помню насчет сокровищ. По-моему, я вообще тут ничего не оставил. Я, по-моему, все вынес. Подчистую. Хорошо, топорики. Идем. Нет, я предпочту сходить туда. Там проход наверх, значит. Ну, хотя это ничего не значит, потому что это начало этажа и вряд ли тут скоро будет выход. Да, тут тупих. Хорошо. Пока развилок, по сути, нет. Потому что все развилки сразу же в тупик уходят. Так, допустим, здесь. Ну, в закроечницу я все равно зайду, посмотрю. Может, я там табличку оставил какую-нибудь или еще что-нибудь. Ну, если я, конечно, ее встречу, не искать я специально ее не буду. Ну, по-моему, сундучника там точно не было. Игра, давай прикольнемся. Давай сразу выход. Нет. Нет. Ну, что поделать. Нет так нет. На нет и сюда нет. И прочие странные фразочки, которые можно применить в данном контексте. А, эта компашка уже несколько помощнее. Так, я аптечку съем. Потому что мне их дают энергию хочется сберечь. На следующие бои. Ну, тем более, пока я иду, мне нужно поддерживать, что у меня там всегда одно место... О, идеально. Одно место всегда свободное было. Чтобы я, собственно, сныкать что-нибудь мог у врагов. Ну, то есть, вот, если я, допустим, медведя встречу, чтобы я у него имел шанс оживлялку спереть. Ну, допустим. Что тут? Два пустых сундука, да? Или три? А, смотрите, тут что-то есть. А что тут есть? А, этот, да, атака плюс один. Идет сразу нахрен. Хорошо, хорошо. Тут проход наверх и выход, или тут тупик? А тут проход наверх и тупик. Сочетание моих двух вариантов. Кстати, опыта не так много за тех дают, но потому что там крыса очень мало опыта дает. Ну, в таком варианте, действительно, мне уже нравится сражаться даже с догманами. По крайней мере, пока они не применяют свою антизащитную, антиматериальную свою атаку. Так, а почему у вас тут, блин, три? Давайте вы у меня каждый по оживлялке тест, да? Ни хрена себе. Охренеть, можно просто задолбили. Так, я подлечусь, пожалуй. Ну, пока я иду, аптечки терять не страшно. Не, сейчас уже надо вот так подлечиться. И когда они снижают защиту, они, конечно, бьют больно. Хм, кстати, а действительно они дают оживлялки? Я думал, это крыса дает оживлялку. А это, оказывается, догманы могут дать оживлялку. А вот это поворот, что называется. Значит, враги, которых я столько времени избегал, могут дать хороший предмет. Так, давай тебя. Вот здесь, да блин. Вот здесь. Бабушки. кстати до 258 атаки наношу им что хорошо мой прогноз сбылся что 250 должно быть они дают них халамину вы пошел халамина нахрен ну хорошо оживлялок у меня уже достаточно причем я считаю что оживлялки мне намного важнее чем это тупик смысле а где еще был проход а там еще наверно вниз было да я считаю что оживлялки мне намного болезнь даже четвертых аптечек потому что оживлялка мне намного больше шанса даст чем аптечка поэтому по возможности если будет выбор то я конечно аптечку заменю на оживлялку и у меня в участке еще достаточно много оживлялок осталось я специальных оставил потому что финальный босс спокойно будет снимать меня пререйс поэтому я не смогу настолько активно им пользоваться как хотелось бы так сразу ускорение ах ты ж зараза да надо кстати подлечиться тогда выходит это не крыса дает оживлялку это интересный или крыса тоже может дать вот еще это тоже интересный вопрос блин я об труп споткнулся и не смог уйти мне показалось или выстрел монстра застыл на месте на секунду пока я ударил так мы все еще на втором этаже и напомню надо было другим подлечиться ну ладно ну тут уже явно должен быть выход потому что иначе никак я уже все посетил на этом этаже я по он буквально каждое помещение на этом этаже посетил так это у нас третий этаж на нем тоже ничего не осталось в сокровищнице была самая крутая сокровищница во всей игре столько полезности не было ни в какой другой я вот не помню что нам четвертое было но сразу броня дубинка и последняя карточка это мощно а по-моему там еще был этот предметик на за магическую защиту прикольным ну да вот они 4 ящика на вам тут именно он и лежал все ищем выход но не тупик тупик находим но не ищем так я да я полечился вот осталось еще только вот одну броню найти с которой я свойства собру на свою и будет совсем прекрасно а что-то тогда и лечиться проще будет в бою и при рейс вешать проще потому что меньше накапливать энергии надо будет очень все хорошо будет кстати а вот тут есть вот эта фигня она спасает от снижения защиты да классно то есть есть способ избавиться от снижения защиты это хорошо куда пошло а в нос тени дать не куда пошло но сейчас не повезло но что есть способ излечиться от этого статуса это очень здорово и даже не помню есть ли этот прием у босса который сейчас будет или у финального финального по-моему нет а вот который сейчас на 70 будет вполне мне кажется может быть так даже такая хрень и возможность излечиться от нее пускай и за очень много шкалы энергии даже не могу показать сколько хотя мы кстати сейчас когда найдем броню с этим свойством мы посмотрим сколько она требует так как три этажа прошли четвертый этаж тут уже ищем сокровищницу потому что так далеко моя нога еще не сходила с этим оружием ну вообще с дубинкой имеют в этом челлендже так давайте-ка я от вас уйду вы опта мало даете когда до догмана в бою есть они хотя бы могут обтелить от оживлял к дать а эти я не уверен что они могут что-то дать а вот уроном дать они могут тапурик хорошо так ищем ящики не ищем выход точнее выход тоже ищем но приоритетно ищем ящики ох ваш сколько ж вас тут крыса псина точнее все это долбал если они еще этот прием блин использовали не каждый то есть определенные там на либо с каким-то откатом что вот там может этот прием там раз там в три хода сделать допустим или там как контратака нам на какой-то конкретным мое действие у меня чуть не убил почему аптечки не даете у меня что-то аптечки кончаются знаете ли и оживлялки давайте если что и зачем блин сами сражаюсь даже когда вас по трое учитывая насколько это неприятная битва в плане урона получаемого давно не виделись ну здорово это явно компашка из очень крутых нужно даже с такой увеличенной защиты они меня он как пробивают а и и и и и и и Ни хрена себе у тебя дальность в атаке. Кстати, оружие, а, у меня, да, точно, я же пушка моей достоит. По медведя я все еще даже не могу 250 снести, ну хотя я по нему могу все равно снести каких-нибудь хотя бы там 240, это уже неплохо. Так, мы все еще ищем ящики. Ага, это выход. Окей, я знаю где выход. Я надеюсь, что ящики недалеко. У меня, ага, еще 105 тысяч. Так, ускоряем. Ого. Да хрен ли ты меня толкаешь? Кошмар. Задалкали. Да хрен ли ты уходишь? Что ж тупая хренота. Хотя бы оживлялку дали. Хоть что-то. Да, лечуок немного. Нет, таким темпом у меня все-таки будет неприятно сражаться с различными. Особенно где либо много догманов, либо много крыс. Вот эти комнаты самые неприятные для меня. О, четыре ящика. Так, дробовик. Кусок магической защиты. Лечилочка. Оригинально. Просто два разных дробовика М500, то есть М500 и М502, находились вот в одном помещении. Забавно. Так, уходим с четвертого этажа. На нем полезная только лечилка, но, к сожалению, до босса я ее явно не донесу. Еще повезет, если я ее донесу до пятого этажа, на который я сейчас пойду. Хотя до него, конечно, скорее всего донесу все-таки. Но все равно. В целом на четвертом этаже из хорошего только один плюсик. На магическую защиту. Который рая погода вообще не сделает. Нет, да, вот эту фигню. Да, вот эту фигню. Так, теперь подлечить себя. Давай, теперь ускорить себя вновь. Так, отлично. Он не пробил меня до того, чтобы у меня использовалось лекарства. Так, надо немножечко хотя бы энергии восстановить. Та-ра-та-та-та-та-та-та-рум-пон. Почему просто пошел? Ой. Забыл, что в проектории снаряда используется какая-то странная. Сколько у меня уже оживлялок? Десяточка. Было сколько? Пять, по-моему, я брал, да? Или четыре. Ну, в общем, явно. Хорошее количество я их собрал. Я даже не исключаю, что в какой-то из случайных битв я могу его потратить, потому что он случается. Я могу просто на неудачной комбинации атак, особенно под Догманом, под его дебафом, могу отхватить столько урона, что охренею сразу же. Так, мы на пятом этаже ищем ящик. Находим ящик на пятом этаже. Тут будет? Ни хрена себе. Что-то какие-то охреневшие звуки из окна происходят. На ночь, блин, глядя. Так, я лучше подлечусь. Давай, ты куда эти меня атаковать? А я тебя просто атакую. Идеально. Оживлялка. Одиннадцатая. И плюс еще две защиты. Двести семьдесят шесть физической защиты у меня уже. Так что на пятом этаже сокровищницу тоже стоит посещать. Ну, как минимум там плюсик, два плюсика к защите. И возможность, шанс на получение оживлялки. Тупик. Хорошо, мне в самое начало надо идти. Там справа от лифта был поворот наверх. А кто здесь? Ага. Тут две. Просто две собаки. Ну, на хрена ты это сделал? Вот сам он, интересно, подумал, на хрена он это сделал? Хрена ты артиллерист просто. Сто восьмидесятого уровня. Папашки. Ну, ничего интересного не дали. Ну, хотя бы я урона сейчас получил вообще немного. То есть вот я, по-моему, всего один удар получил, ну, не считая касаний тел врагов. Я получил от вот этой ударной волны. О. Кстати, вот этот цветочек я вообще не обращал внимания на него. Я вот реально его заметил только когда в него врезался. Просто вот серьезно. Я не видел, что тут цветочек стоит. Вот эта вазочка. Охренеть, блин. А, я вон врезу еще один. Как можно много увидеть, узнать. Просто тупо случайно врезавшись. Непонятно, зачем свернув в бок, когда, ну, слишком рано. Вот тут тоже цветочек стоит. Охренеть. Сколько играл? Серьезно, я не видел, что в этих проходах есть какие-то цветы. И вот тут еще в уголке что-то. Нет, это серьезно. Вот огнетушители я видел. Вот это да. Их я видел. А вот всякие вазочки с цветами я вообще ни разу не видел. Ну, только вот у выхода, который стоит там. Там есть одна вазочка. Я имею в виду в обычных проходах. Ага, тут топоры. И вот интересно, вот эти узоры, которые буквально в каждом повороте есть. И там в комнатах с боссами и так далее. Хотя бы эти, ну, узоры, они действительно, ну, когда-то, по крайней мере, были в здании Крайслера или нет? Или кроме внешней структуры и того, что там 77 этажей, у этих локаций нет ничего общего? Потому что вот этот узор такой, достаточно примечательный. Мне кажется, он реально мог, ну, допустим, просто вот в главном входе в это здание мог быть вот этот узор. И, допустим, его решили использовать вот так. В общем, интересно, но фиг узнаешь. Я даже не помню, я когда-то гуглил, но я так и не вспомню вообще, что из себя представляет в реальности здание Крайслера. То есть вообще, ну, что в нем происходит. То есть это деловый центр какой-то или... Вот хрен его знает, что это. Так, оживлялок уже стало 12 штук. Я съем одну аптечку, потому что, как я говорю, одно место мне нужно. Хотя медведя я, конечно, не встречаю давно уже, но мы нашли выход. Вот эту вазочку с цветком я давно видел. То есть, ну, она очень примечательная. Но другие я как-то не замечал. Там еще горшок на лавочке стоит. Шестой этаж. Снова ищем ящики. Кто тут? Так, я хочу уйти просто потому, что я не хочу с этими сражаться. Места у меня особо нет, поэтому фармить с них четвертой аптечки мне смысла нет. Оживлялки, скорее всего, не они все-таки дают, а даже если дают, то шанс маленький. А битва все-таки не очень приятна из-за того, что аж две крысы и еще две вот этих слизьки, которые плюются. То есть все дистанционные. Топорик. Так, за сорок минут, ну, почти там чуть-чуть меньше. Учитывая, сколько я еще возился. Ну, почти за сорок минут прошел шесть этажей. Причем, по сути, я в каждом из этих шесть этажей нашел сокровищницу, потому что на первых этажах она и просто сама попалась по пути. Ух, это то. Ух ты! Ух ты! Ух, это то. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Есть ух ты! Да отстаньте от меня. Наконец-то. Интересно, они так охраняли тупик. Оказывают. И тут тупик. А где были еще разбилки, я не помню. О, я петлю. Это охранял. По-моему, охренел. Да блин, потратилась самая крутая лечилка. Вздолбали. Серьезно, ты даже так на меня достал? Неприятно. Ну, это было очевидно, что я ее не донесу до босса. А что, сильно я не расстраиваюсь. А, вот еще развилка была, да? Я вниз, значит, не пошел? Или я снизу пришел? Не, по-моему, нет. На всякий случай так. Ударять его прямо в момент его атаки круговой, это, по-моему, единственный шанс сбить его урон. Потому что, я помню, так часто бывает, что если он отшатнется во время того, как вот эту атаку применит, то он не нанесет ей урона. И тут еще развилки пошли. За что? Игра, подумайся. А тут нас кто? А тут нас три плевальщицы. И две змеи. Отлично. Одну плевательницу заплевали. Одну плевальщи. Бабушки, бабушки. Один мусор дали, не один мусор, а три мусора, но суть в том, что мусор, а я отсюда, понятно, что ни хрена непонятно, я отсюда, оказывается, пришел, я вообще не запомнил этот этаж, я пока не видел ни сокровищницу, ни выход, может тут, как думаешь игра? Эх, не хочет она мне в этом месте давать сокровищницу, зажало. Отлично, шестой этаж сокровищницу нашли, что в ней находится, сейчас узнаем, две коробки, одна с монстром, как же без этого. Отлично. Отлично. Еще оживлял-ка. Так, понятно, на шестом даже только монстры водится. не то, чтобы это прям совсем, можно было сказать, что прям совсем плохо. Ну что, вот одну оживлялку мне дали, это хорошо. Правда у меня уже не остается мест для обычных лекарств. Но, в принципе, сильно они меня не спасут, в любом случае. Так, седьмой этаж, ищем ящик. Вот вызвал, что сейчас выход прямо около этой попался. Около лестницы? Точнее, около сундука. Мог вполне себе совершенно, хрен знает где оказаться. О, идеально. Седьмой этаж. Что у нас тут? О, четыре. Только не говори, что тут четыре монстра. Нет, не четыре монстра. Хорошо. Так, тут у нас пушка какая-то. Эту штуку вообще можно сразу выкинуть. Ммм. Так, понятно. Короче, я просто вставлю эту штуку хоть куда-нибудь. Сюда я положу дробовик. И сюда я положу дробовик еще один. Просто чтобы они лежали тут, и я смог за ними потом вернуться, если я пройду это. Так, нет. Вот так. Хорошо. У меня уже 13 оживлений. У меня аптечек, блин, меньше, чем оживлялок. Значит, тут у нас два дробовика теперь лежит. Не, не буду этот фулк кьюр брать. Вот уж от статуса это лекарство. На самом деле оно мне не нужно даже не потому, что босс не накладывает статусов. Потому что это не так. Я уверен, что босс будет накладывать какие-то эффекты. Непонятные. А я просто сейчас солью это на простом враге где-нибудь. У меня же зелененькие авто есть. Хорошо. Я, конечно, хотел до использования отечки, но хрен с ним. Иди сюда, тело, блин, на ножках. Ты сейчас такая крутая, думаешь, да? И на тебе по хребтине, и на тебе по хребтине. Ну, молодец, хотя бы аптечку дала. Так, я сверху шел, потому что там был тупик. Сокровищество это потом надо будет посетить. Я искренне надеюсь, что я смогу пройти босса сейчас. Но я не уверен. Так, тут лифт. Что-то такое развилка. Так, ну, сверху явно либо тупик, либо лестница. Ну, скорее всего, тупик, мне кажется. А, нет? А, ну да, блин, точно тут же воп можно повернуть. Я просто точно знал, что наверх поворота точно, продолжение точно не может быть, потому что там уже другой проход был. О, отлично. Седьмой этаж, проползли. Восьмой этаж. Ищем ящики. Ищем сокровища. Потому что где-то же наконец-то я должен найти броню с самым последним из полезных свойств, которые я мог когда-либо найти. А что у меня, кстати, на броне? У меня, в принципе, по-моему, больше полезных свойств да и нет на броне. То есть в десяточку все вмещаются, что удобно. Так, развилка была сейчас справа, наверх. Ну, тут и лабиринты устроили. Ну, это не мудрено. Это же уже из последней этажи. Поэтому они тут и должны быть сложными, длинными и охреневшими. Именно настолько охреневшими, как я их только что назвал. иначе быть не может. Ну, кто, блин, тут? Разумеется, тут три слизьки. Вот идиотизм с этими станами долбанными. Вот почему они мне сбивают атаку? Почему я им атаку не сбиваю? Какой же Б? Да, блин. Это детальный и надежный. Так, нет, я не сходил. Так, нет. Я не сходил, что я не занимаюсь с currentlyанием. Да вы издеваетесь. Не, эту битву надо избегать, потому что она максимально поганая, насколько возможна. Ну что, еще вот эти рассинхронизировались, и все по очереди меня бьют, и я не могу никого из них нормально ударить, чтобы в меня другую не плюнуло в этот момент. И всего одну аптечку не дали, сколько сожрали, и всего одну дали. Шесть аптечек я потратил на эту битву, нахренеть можно. Но насчет, кстати, вот этой энергии, которую я сейчас случайно применил, генное исцеление, у него даже интересно, оно полезное все-таки, полезнее, чем обычное лечение, например, или нет. У него минус, что он сразу энергию всю тратит и не дает ей регенерировать. В этом плане он вообще, ну и, собственно, поэтому я его никогда и не использую намеренно. Вот я и не понимаю, в каких ситуациях будет полезно его применить. Так, тут какие-то, блин, симметричные проходы, и я надеюсь, что тут будет комната с сокровищами, которую мне надо найти на этом восьмом этаже. И потом недалеко от нее комната с лестницей, чтобы я мог выйти с этого этажа на предпоследний этаж этого здания, это… Так, сначала ускорение… Ах, а стоп, чё я… Да вы задолбали уже! Ах, 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 ах. Хватит сбивать мне атаку. Хватит жрать мои аптечки, у меня их не много. Да задолбал, любой кусок крысы и ничего не дали. И всего одной крысы я смог спереть аптечку. Не, ну уже в плюсе, это хорошо, ой, хотя бы не зря сюда шел, это тоже хорошо. Два коробки, да блин, ну вот на хрена. Особенно если ты мне сейчас оживлялку не дашь. Бесполезная хрень. Да издеваешься что ли? Где я броню буду искать? Да хватит уже сдохнуть. Так, на восьмом этаже мусор полный. Ничего хорошего вообще тут не было. Осталось два этажа. Ну хорошо все таки хоть та броня там находится, а не вот которая у меня сейчас. А то со старой броней прорываться так высоко. Это было бы жестко. Да я не хочу в тех стрелять. Я хочу вот эту хрень долбить. А сейчас я не хочу эту хрень долбить, хочу вот эту хрень долбить. Хрень долбить. Куда ты пошла? Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Да ты издеваешься? Хотя бы его лекарств дали, уже хорошо. Ну то я, помнится, их очень хорошо посоливал. Так, ну тут явно должен быть выход, иначе как-то далеко проход идет. Ура. Девятый этаж. Ура. Девятый этаж. Да вы не охренели? Куда ушла? Псина бешеная. Правильно слизень, держи его там. Это псине бешеная не место на свободе. Бабушки. Нет, я вот это хочу спереть. Ну хорошо, лекарства восстановили. Ох. Так, мы только начали этаж, поэтому надо не забывать. Так, хорошо, тут сразу тупик. Удобно, сразу отрез, вот сразу два тупика, кстати, отметили. Это удобно. По сути, у меня там был не перекресток с четырьмя путями, а всего лишь уголочек, ведущий вниз. Хорошо, что мне не пришлось далеко туда идти, чтобы понять, что там тупики. Отлично. Девятый этаж. Надеюсь, тут не будет двух сундучников. Супер ключ. Понятно. А вот и оно. Нет. Это. Вот это. Этого снижать атаку мне явно не надо. А вот снизить затраты энергии. Это надо. И заодно два плюсика спереть. Вот видите, сколько теперь у меня полное в смысле. Серьезно? То есть пререйс вот столько, а допустим вот сейчас на пререйс у меня даже не хватит. Ха. Он-то настолько круто. Я что-то считал, что там по-моему 33% что ли должно быть. А тут по ощущению там целых процентов 50 дается. Ну потому что вот ну явно то есть пререйс у меня столько же, сколько у меня лечение третье занимало. А лечение третье чуть-чуть больше, чем лечение второе раньше занимало. Ну как два лечение вторых. Это круто. Так ну кстати вот что не изменилось так это. А хотя стоп погодите. Так сейчас над восьмеркой. Да это не изменилось потому что он не фиксированное число тратят энергии. А именно что треть от или треть или четверть от максимального запаса энергии. Поэтому барьер всегда будет требовать вот одинаковое количество именно полосочки. Там цифровое ее значение с каждым уровнем будет расти, но но не суть. Но это круто. То есть получается полное лечение у меня потратят так же практически как два этих третьих лечения. Так мы кстати на десятом этаже уже. Я не помню куда тут идти надо. Так что у нас тут? Ну в принципе кто бы сомневался. Да хрен ли вы делаете. Ну я даже могу так сделать. И слить при этом не всю полоску. Это круто. Определенно. Так вот этому шолангу по ложке пожалуйста. Так ускоряем. Да блин. Ну я не хотел по шолангу. Я хотел вот эту хрень добить. Ну а теперь я хотел по шолангу. Оп. И дай-ка я сначала вот это сделаю. И чуть-чуть побегу просто восстановлю здоровье. Бабушки. Ё-моё. Ну ты блин стрелок орпитальный. Хорошо. Вот не хорошо что я не знаю куда мне идти. Этот этаж очень большой должен быть. И он не рандомный. Потому что это финальный этаж десятка. Я уже три развилки пропустил минимум. Хорошо. Сейчас вернусь на одну из них. Так ну первым делом когда я сейчас до босса дойду. Ага. Хорошо. Тут тоже тупик. Мне надо будет вернуться где-нибудь восстановить энергию всю. Потом на боссе сразу же применить ускорение. Потом сразу же пререйс. И поначалу понять как от него уклоняться лучше. Хорошо. Вот этот весь сегмент уровня вообще был не нужен. Вон. 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 Вон sofort... Вон там действительно shoulders. Да блинь. Обязательно надо было в неё попасть-да? Вон попал молодец. доволен мусор мне в карманы суешь вот грубая полное восстановление меня тратит половину шкалы а так почти всю пойдем сюда сходим что здесь было здесь был тупик то есть вот этот весь сегмент уровня можно просто было вырезать тут ничего нет лифтецкий надо запомнить где он стоит ну босс вряд ли здесь тупик нехорошо неприятно и вообще ни разу не легко я сейчас даже если найду босса не буду комнату с ящиками искать а вот и босс готов ли я к нему да ни хрена возможно это самый сложный босс в игре возможно на втором месте так ускорение ускорение надо подлечиться а то меня как-то продал босс в игре продал били да ни хрена окей я двух убил но она скорее сейчас просто новых пришлет я потратил первую оживлялку в виде предмета это плохо кстати не сработало да она присылала новых емае такая атака готовится это она сейчас ее просто вылечит на сколько он там ей лечит 220 нихрена ты в жаришь то есть еще пререзь не но не насыпал на себя сейчас надо полное лечение сразу же сделать тоже а не могу тогда лечиться аптечек потому что хорошо я так заметил аптечками тут не помогают в плане лечения от авто лечение на броне ну зачем ты так сделала ну ты что за человек такой бесчеловечный ну это постоишь и попринимаешь мои атаки не хочешь а жаль стоп она с а нет с меня пререзь не сняла вот у меня сердечко же висит я сначала испугался что она с меня своей вот этой простой атакой снимает пререзь это было бы тупо это быстро уложить жук мелкий понятно эта хрень даже тут достает так надо срочно сменить броню туда сюда сделать вот это сделать вот это свалить так надо подлечиться хрена ты в жаришь я понял как эта штука действует она летает туда-сюда вот так по кругу по ю-образной траекторию я не хочу догнать поэтому поэтому собственно но я предпочту не дохнуть он долетает до края до верхней грани вот этой ю-образной траектории и вылечивает летит обратно еще раз вылечивает поэтому их можно на этом подлавливать а хрен с тобой который вот этот так полная 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 не успел еле успел еле унес ноги так ловим молодец я не знаю как она меня сейчас жарит хорошо хорошо так пока живем так ускорение так ускорение сейчас отойдем подальше варим сюда валим сюда валим сюда и продолжаем долгить лечимся так вот сюда хорошо ускоряемся не попал так защиту мне снижать не надо охренеть блин это как новая атака я видимо ей какой-то важный процент здоровья снял из-за чего она стала такие вещи делать оп не попало так попало ну молодец попало по мне не то чтобы одобряю конечно вот здесь где-то оп лечимся так нахрена я так далеко ее начал бить так вот нахрена ты эту штуку делаешь хорошо она ничего не снимает этой атакой в плане статуса то есть что она мой пререзь не снимает так придется отступить полечиться ну сейчас ее а эта штука ее даже не стала лечить она не всегда видим ее в смысле ты еще живая что охраняем жуканов так ускоряем течение жизни течения жизни но подлечимся вот сюда так рано тет-тет-тет-тет давай как тут попал как ты жук против так сразу ускорение еще раз накину идем ловить жуков даст ну пока у меня есть время сменить броньку не успел вот это неприятная атака именно тем что она делает всякую противную хрень так пофигу на этого мелкого сейчас так сейчас стоим вклоняемся ждем полное восстановление тет-тет-тет-тет-тет-тет просто у меня с этим с дебафом на защиту сражаться это вообще не вариант в смысле еще тело какое-то летит просто что оно делает-то хоть прохладу оно ничего не делает оно прохладу только мешает я прав или эта штука что-то будет делать на здоровье у босса до хрена по моему по цвету там по анимации она меня задела и меня подлечила аптечка а а а а а а Ладно. Так, я понял. Пока. Так, надо ускорение. Так, еще раз ускорение навешаю. Давайте вот эту мелкую жижу убьем. Чуть не сдохли. Сейчас эта штука мне еще там 400 снимет, да? 600 снимет, охренел. Я знал, что она много снимет, но что настолько? Я не ожидал. По-моему, она еще одного своего рыцаря пришлет. Так, ну это идет мелочь. Сюда. Так, пока подлечу, чтобы у меня просто здоровья было побольше. Так, ускорение. Быстро, быстро, быстро. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Ну, за что ты меня так, блин, колбасаешь? Ну, кстати, чисто по урону это атака не очень злая. Это хорошо. Так, ускорение. Быстро, быстро, быстро. Вот сюда, в угол. Точнее, не в угол. Вот сюда. Так, да, она прислала еще одного рыцаря. Видимо, он даже, может быть, сейчас с этой стороны пойдет? Нет, он с этой же стороны идет. Что, хрен ли бодаешься? Так, я подлечусь, потому что не хочу получить охреневший урон. А, быстро. Ой, на хрена? Я тебе бил. Ну, пока у меня эта фигня происходит, я могу просто обновить, чтобы у меня уже запас энергии восстанавливался. и везел подвинул меня. Так, это я чисто, чтобы снять эффект. Так, ускорение. Так, ускорение. Это да, это да, это да, цик, не успеваю. Надо, вот это. Я просто не хочу, чтобы они продолжали ее лечить. Они меня бесят. Ах ты зараза. Так не то, у меня ускорение было. Полное восстановление. Так, пока я жду, просто перекастую на себе ускорение еще раз. На всякий случай подлечиться и ускорение перекастовать. А еще рыцарей. Так, валим быстро-быстро-быстро. Так, понятно. Лучше вот так, чтобы точно не отлететь. И даже вот так. Ну что ты, блин, делаешь? Так, скорее-быстро-быстро-быстро-быстро-быстро. скорее 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 валим-валим-валим-валим надо лечиться а у меня не эффект от защиты и защиты то я не снял себя как-то я забыл про него хорошо вовремя заметил так пока не буду менять броню надо хотя бы рыцаря убить да ты задолбала сколько там еще здоровья но главная проблема этого босса конечно сколько у нее здоровья охрененно крепкая конечно финальный 8 на то вообще у нее 40 или 45 тысяч здоровья это тоже охренеть можно целиком и полностью да ну хватит уже не подвлечь ты свою королеву так валим это исчезнешь надо ускорение обратно перехватывать эту мошку давай крит куда ура сколько у тебя этих рыцарей ты уже и так лечение не получаешь ладно пофиг так вот эту фигню так лекарства больше нет так лекарства больше нет подлечим все так отлично еще наличие ускорения хватает ускорения но сейчас плохо потому что мне не хватает на полное лечение чтобы от статуса исцелиться исцелиться да поэтому меня быстро сейчас вы вынесли под дебафом то на защиту разумеется ты сдохнешь в этом мире я сначала пререйс ой сначала ускорение потом пререйс надо сделать вот это было наглость нет определенно надо так залечиться пока ко мне этот мелкий жук летит что у меня хотя бы хоть сколько-то здоровья было не попал да ну хватит уже ну блин естественно из-за того что у меня защиты ни хрена не остается валим и сразу срочно влево 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 куда да это предмет оживлял уже была если что я не успел пререйс сделать а тут жир на ту долбаную завалить будет у меня еще есть конечно 11 предметных оживлял ок да хватит меня уже убивать я не успела пререйс сделать а тут жир на ту долбаную завалить быстро то уж он больно много сносит ладно я подлечусь так ну скорее не обязательно надо в смысле ты сама умеешь бить? вот это поворот или у нее что у нее МП кончилось? она не может больше кастовать она теперь мне будет руками бить? нет эту фигню она умеет кастовать я сдох так поэтому единственный шанс убежать это просто убежать ладно пока вот так сделаем ну -а-а-а Фух. Какая зелла. В смысле? Ты откуда? Я не понял, откуда это тело взялось? Мелкое. Лечимся. Хоть это вообще никак меня не спасёт сейчас. Мне нужно ещё один раз подлечиться. Так это уже спасёт, по крайней мере. Да чтоб тебя. Ну я, короче, сдох. Нет? Пока ещё. Ну с конфузом я долго не протянул бы. Так, быстро-быстро-быстро-быстро. Фух. Успел. Сейчас может ещё. При ускорении, да, надеюсь. Так, давай. На них охренел сразу по две мушки спавнить с одной стороны подряд. Слышь. Я не понял. Нет, она правда, она не охренела. Я не знаю, может быть, конечно, я что-то не понимаю, но, по-моему, она охренела в халамину. Так, от яда не надо полностью лечиться. Поэтому я просто восстановлю себе здоровье, чтобы больше его было. чтобы я любую атаку точно смог выдержать одну. Ну вот и не угадала. Ну вот тоже не угадала. Так она опять призывает рыцаря, да? Так, пора снести урон, который она отличила себе. Так, я лечусь. Да ну что, блин, ты делаешь? Ты нахрен-то сбил у меня атаку? Вот это самое паршивое, что она сбила у меня атаку. Даже не то, что она мне урон нанесла. И дебаф этот повесила. А именно, что она не дала мне ударить рыцаря. Ну я не знаю, как его назвать, я так его по приколу рыцарем называю. Потому что это типа королева улья, а это ее верные прислужники, защитники. Те, которые лечат ее, они просто так летают. А этих именно она призывает. Да ты задолбала своими рыцарями. Вот туда тебе и дорога. Прощай. Ура. Так. Ну, это было проще, чем я думал, честно. Так, теперь ищем ящики. А вот и ящики. И тут, я думаю, даже при самых худших раскладах я не должен потерять десять оживлялок. Даже если я начну дохнуть на этих сундучниках. Если они тут вообще будут. Кстати, вот эта броня фиговая. В том плане, что она даже, блин, без плюсиков пришла. Ну, в общем, понятно. Не, босс хороший на самом деле. Я думал, что это будет какая-то имбалансная дичь, с которой я хрен справлюсь и мне придется скачаться до девятого уровня. Но нет. Этот босс именно хороший, интересный противник. Так, я на шестьдесят восьмом, по-моему, оставил. Нет, на шестьдесят восьмом были эти. Давайте я на шестьдесят седьмой схожу. Я хочу забрать то, что я там в ящиках оставил. Ну, просто так, пускай. По-моему, я на шестьдесят седьмом оставлял четыре коробки с предметами. Ой, я икнул. Какого-то хрена. Хотя нет, ладно, не буду искать сейчас. Я просто не помню, где оно было. Я даже точно на этаже не помню. Это надо будет пересмотреть. Или вы мне напишите в комментариях, на каком этаже я оставил эти четыре ящика с предметами. Мне сейчас пофиг. Сейчас идем вниз. Ну, я скажу честно, я действительно ожидал, что будет намного хуже. Правда, есть теперь одна вещь, которая вызовет некоторую проблему. Это то, что я прокачаться больше не смогу нормально. Я теперь только в музее смогу прокачаться. Ну, или там в Чайна Тауне, допустим, но что еще дольше будет. Я имею ввиду, я бонусные очки не смогу заработать себе побольше. Ну, отправляемся сохраняться. В следующей серии пойдем на семьдесят седьмой этаж. Так, я эти инструменты выкину, просто они мне не нужны. На семьдесят седьмой этаж мне надо будет отправиться в следующей серии. Давайте сразу заправимся как следует. Ну, кстати, мне кажется, или там сарня открыта вообще. Там дверь как будто открытая стоит. Если не забуду, надо будет сейчас сходить. Глянуть, что там происходит. Ну, просто. Убираем сюда ненужные пушки и броньки. Тут у меня нигде плюсиков. Вот, везде по нулям плюсиков. Хорошо. Так, теперь самое интересное. Это убираем. Это убираем. Оно больше не нужно. Просто тупо все оживлялки собираем. Сколько есть. Остальное забиваем, ну, лечилками. А, нет, кстати. Не этими. От статусов мне она не поможет. Потому что у босса, как я уже сказал, там 40 или 45 тысяч здоровья. То есть ее охренеть сколько долбить придется. там ударов 200 может быть. Хм. Так, сортировка. Нет, давайте сортировку. Нет. Вот такую сделаем. Так, 16, 18, 20. 22 оживлялки. И 6 лечилок на здоровье. Вот с такими запасами я пойду на 77 этаж. Где нас будет ждать последний сложный босс в игре. И я чувствую, что она явно сложнее будет. Потому что матка вот эта пчелиная оказалась... Будем объективны. Она оказалась легче, чем я думал. Я благодарю всех за внимание. Оставляйте свои комментарии. И до новых встреч. В следующих сериях. Всем пока.